Всем здравствуйте. Ага, сейчас, секунду. Всем здравствуйте, меня зовут Лаврова Светлана. Я очень рада быть вновь на вашем канале. И сегодняшняя тема, что все знания, все знания вас, она не просто так, наверное, случилась. В связи с тем, что многие из вас знают, что я работаю с людьми, и ко мне часто очень приезжают люди, которые ездят по разным гуру, по разным странам в поисках найти себя. И ездят они годами вплоть до... У меня был последний раз разговор с женщиной, которая занимается этим на протяжении 30 лет. 30 лет она ищет себя. И эти поиски, они чаще всего останавливаются на поисках. То есть человек начинает цепляться за какие-то высказывания, за какие-то конфессии, за всё то, что не имеет никакого прямого отношения к самому человеку. И только после того, как человек обращает внимание внутрь себя, на самого себя, он может познать себя, кто я есть. И очень часто, когда мы ищем каких-то знаний, мы эти знания пытаемся увидеть из самого себя, из состояния тела. Именно поэтому к нам не приходит эта лёгкость. И только когда ты начинаешь смотреть более обзорно, более глобально на себя, с позиции, что тело во мне, когда тебя больше, начинаешь как бы выходить из этой плотности и видя всё, что происходит вокруг себя. Безоценочно, просто видя это всё. Это можно, знаете, как соотнести. Многие люди говорят ясновидение. Но ясновидение, они почему-то начинают разграничивать со сновидящим. Полагаю это, что сон — это немножечко другая грань нас. Но если кто-то занимается осознанными сновидениями, то вы можете увидеть такую связь, когда у вас есть просто сон, вы не контролируете, что в нём происходит. Вы просто в нём участвуете, как такой же участник, как и все. Но при этом испытывая свои какие-то эмоции, свои какие-то переживания. И только в осознанном сновидении, когда вы знаете, кто я, вы можете контролировать этот сон. Контролировать, наверное, это такое грубое слово, но оно очень ёмкое, и тут будет понятно всем, что я имею в виду. И в нашей жизни происходит то же самое. Когда вы находитесь в позиции, я есть тело, я смотрю из состояния тела, вы можете испытывать эмоции, вы можете испытывать чувства, вы можете испытывать какую-то чужую, какую-то информацию, не приведя вас к вашим истинным знаниям. И только когда вы начинаете всё это осознавать из позиции, что я есть больше, чем моё тело, вы как бы выходите, как бы выходите из этой плотности, как бы выходите из этой матрицы, и вы смотрите сверху на то, что происходит вокруг. Вы можете во что-то вовлекаться, вы можете быть в каких-то процессах, но вы тогда себе даёте чёткое осознание того, что происходит в этом процессе, какую роль вы играете в этом процессе, для чего оно вам, чтобы что. И именно поэтому я и говорю, что когда вы, как бы все знания находятся именно в вас, потому что вы есть больше, чем тело. Когда вы пытаетесь себя на себя смотреть из тела, у вас такая маленькая коробочка получается. И из этой коробочки шаг влево, шаг вправо, и вы чувствуете эти ограничения, вы чувствуете, что дальше вы пойти не можете. Вы пойти не можете даже состоянием ума. Вас не пускают некоторые моменты, и вы не можете их осознать, что это легко. И как я говорю своим ребятам, что самое простое, что может сделать человек, это действительно одно из самых простых, это просто перейти, ну так скажем, на другой уровень питания, либо непитания, неважно, как это можно назвать. Потому как тело у нас, оно абсолютно не связано с внешним. Оно у нас настолько самодостаточное, и по факту абсолютно не важно, абсолютно не отличается, например, еда от одежды. Это ведь не важно, что вы со своим телом делаете, либо вы внутрь себя что-то помещаете, не соответствуя вашему телу. Что вы это внешнее накладываете, не соответствуя вашему телу. То есть это же не тело, это одежда. И когда вы переходите вот эту вот черту, что вы есть больше, чем это тело, но тело на этой плотности, оно дано вам, чтобы прочувствовать и просмотреть какие-то моменты и ощутить это через ваше тело, то вы начинаете познавать другой пласт знаний, которые есть больше, чем в этой коробочке. И ваше осознание, оно расширяется. Вы видите те моменты, вы видите те знания, они уже становятся вами самими, эти знания. И вам тогда не нужна чья-то помощь. И как раз учителя, гуру, проводники, можете назвать их как хотите. Вот это та тонкая грань, которым вы не входите в их жизненную философию, вы не входите в их конфессию, вы не входите в их какие-то умозаключения или привязанности. Это именно тот человек, который должен вам просто показать тот путь, который идёт к вам больше, чем ваша коробочка, больше, чем ваш аватар. И как только вы выходите из своего аватара, тогда вы начинаете раскрывать себя, вы начинаете понимать, кто я есть. Вы начинаете видеть, что происходит вокруг безоценочно. потому как это абсолютно неважно, какое действие произошло, потому что это всего лишь действие. А как мы его воспринимаем, это всё лишь на уровне вашего сознания, когда вы находитесь в теле. Я на своём канале выложила спектакль, который мы делали на Новый год. Конечно, в записи он смотрится немножечко не так, как это было вживую, но тем не менее мы постарались показать с ребятами именно те процессы, которые происходят. Рождение каких-то людей, близких вам людей. Когда у вас рождается, например, ваш ребёнок, вы очень радуетесь. Когда рождается, например, ребёнок у каких-либо людей, которые вам не нравятся, вы находитесь там в какой-нибудь печали, агрессии, неважно что, бывает и такое. Либо когда рождается брат, которому уделяют больше внимания брат или сестра. Но по факту это одно и то же действие. А ваше восприятие к этому разное. И ваше восприятие к этому разное лишь на том пласту вашего жизненного процесса, когда вы находитесь и когда вы смотрите на этот мир из состояния тела. И только выходя за пределы своего ума, вы можете посмотреть, что это всего лишь действие, это всего лишь факт случившегося. И тогда у вас есть выбор вовлекаться в это случившееся, либо просто наблюдать и быть в этом процессе, не вовлечённым. Это касается абсолютно любого действия. Это касается абсолютно любого процесса, который происходит. Рождение, свадьбы, разводы, разлучения, смерть, убийство, либо ещё что-то. Это всего лишь процесс, который происходит в этом мире, который очень цикличен. и когда вы начинаете углубляться в то, что а вот это было, а вот как это вернуть, а как это исправить. Ведь никогда невозможно ничего исправить. И когда люди пытаются что-то исправить, поменять, вывести на какой-то уровень, это просто тебя вовлекает в воронку, в воронку не твоего. Потому как нельзя исправить прошлое, потому что прошлого уже не существует. Можно только на основании этого опыта совершить новое действие здесь и сейчас. И это будет ваша вовлечённость в процессе самого себя, не касаемо мыслей, не касаемо действий, а просто касаемо течения той жизни, в которой вы живёте. И такой вопрос очень часто бывает. Как найти своё предназначение? Как найти себя? А как почувствовать, что я нашёл себя? И это на самом деле самые простые вещи, которые с нами случаются. И первое, о чём я всегда говорю, это первый пункт, к чему нужно прийти, это честность самим собой, просто тотальная честность. Потому что ты есть всё вокруг. Точно так же, как и всё вокруг, есть частичка тебя. И когда ты приходишь к этой тотальной честности, чего бы это ни случилось, то ты просто выходишь на уровне восприятия факта. Факта того, что есть, без оценочного. Потому что нельзя оценить то, что происходит в моменте. Оно просто происходит. А оценить вы можете, как только вы начинаете оценивать, вас сразу же отбрасывают либо в прошлое, потому что здесь и сейчас невозможно оценить, вы начинаете интерпретировать то, что было. Либо придумывать то, что будет на основании прошлого. И вас начинают болтать из прошлого в будущее. Будущее, которое ещё не случилось. И прошлое, которое уже ушло. И вы теряете эту тонкую грань самого себя, уходя от тех чувствований, которые можно почувствовать глубинно на уровне всего пространства. И как прийти к честности самого себя? Да, но это, наверное, тоже самое простое. Это по-честному себе признаваться абсолютно во всём. Потому что, что бы с вами ни случилось, это всего лишь результат процесса чувствования в моменте. И как только вы это поймёте, что всё, что с вами происходит, это вы сами себе сделали, сами себе сделали из следующей плотности, которую вы ещё просто не можете осознать себя следующего, то как только вы это понимаете, вам становится абсолютно легко в той плотности, в которой находится ваше тело. Не знаю, насколько у меня получилось это раскрыть. Если есть какие-то вопросы, касающиеся этих моментов, то я с удовольствием поотвечаю. Добрый вечер. Добрый. У меня такой вопрос. А какие-то есть практики, которые позволяют вот это вот состояние достичь чего-то? Ну, я могу сказать так, как то, что происходило у меня. Первый момент, когда я пришла вот к этому состоянию, я себя просто механически отлавливала. Механически отлавливала в каком смысле? Ну, самые простые, элементарные вещи. Например, я иду по улице, и передо мной идёт, например, там очень полная женщина. И я себя моментально отлавливала, что я, например, могла где-то в прошлой своей жизни покритиковать, что там с таким весом нельзя одевать такую одежду, с таким весом нельзя вот это делать. И потом я себя просто отлавливала. Какая разница, с каким весом? Это просто факт. Это не хорошо и не плохо, что она в таком весе. Это не хорошо и не плохо, что она в такой одежде. И это не хорошо и не плохо, что я себя отловила на этой мысли, это просто факт того, что есть. И после вот таких вот самых простых практик у меня просто прошло желание кого-либо критиковать. То есть у меня нет критики ни к одному человеку, у меня нет критики ни к одному действию человека. У меня просто, я на это смотрю, как на факт того, что он проходит свой путь именно в том процессе, в котором он находится, именно в том теле, именно в тех действиях. И, конечно же, по честности с собой, когда у человека что-то идёт не так, как ему хочется, неважно что, это говорит только лишь о том, что он нечестен с собой. Как бы он себя ни говорил, что я абсолютно честен, но вот у меня вот это не выходит. Это не так. Потому что сколько бы ни было у меня работы с другими людьми, всегда вскрывались эти моменты. Они открываются всегда. Просто другому человеку, который не хочет тебя как-то обидеть или не хочет тебя как-то превысить, он просто говорит так, как оно есть. И это не для того, чтобы обидеть, а для того, чтобы привести к самому себе. И когда это вскрывается, те недосказанности, либо те наши потаённые уголки, в которые мы не хотим залазить, то все вопросы, они моментально решаются. Не знаю, насколько ответила на ваш вопрос. Большое спасибо за ответ. Но я так понял, это вот как в психологии есть такое понятие, как субличности. То есть вы вылавливаете механически, какие субличности у вас запустились, и их сразу же, так скажем, тормозить. Получается так? И какая-то субличность нулевая получается. Можно это сказать и так. Но опять же, это нужно понимать, что каждая субличность тебе, её нельзя отрицать, это ты и есть. Просто ты каждую субличность приводишь к тому, что это ноль. Абсолютно каждую. Это то же самое, когда мы, например, говорим о том, что у человека маска. Вот он снял все маски, вот он такой. Вот на этом мероприятии, в этом обществе он вот с этой маской. Это не маска, это он такой. И каждый момент времени, когда человек себя осознаёт, он понимает, что он не надевает никакую маску. Он просто есть вот такой в этом процессе. И когда ты это осознаёшь, то тебе не надо себя менять либо ломать. Тогда у тебя потихоньку выравнивается всё твоё состояние, всё твоё поведение в любом сообществе, в любом состоянии, в любых проявлениях. Потому что то, как ты себя ведёшь в разных обществах, это говорит лишь о том, кто ты, насколько ты себя словил в том состоянии, в котором ты находишься. Я могу сказать про себя, и это, наверное, может сказать каждый человек, который меня знает лично, что у меня нет такого, что я с одними себя веду вот так, а с другими вот так, что я на ретритах себя веду вот так, а в домашних условиях вот так. То есть я везде абсолютно такая, какая есть с вами здесь сейчас на экране. Это лишь потому, что я просто себя собрала со всех ракурсов, со всех граней. И теперь понимаю, что есть чёткое осознание, что с какой бы стороны не посмотреть, это просто есть, это просто факт. И когда ты уходишь от этой оценочности, то тебе нет смысла себя вести по-разному в разных обществах. Назовём это так. Томас у нас поднял руку. Томас, можешь задать вопрос? Да, вот как вот сама Светлана говорит, это может быть вот так, что то, что ты увидел в другом, вот как момент, как он снял маску или вот что-то там неоткровенно сделал, может быть, может ли быть так, что ты увидел в себя какое-то своё прошлое ступень, то, что тебе показало, что вот видишь, это есть не в ней. Ну, это есть факт, но это есть то, что ты где-то, ты был такой же. И вот, ну, это факт по скрипту, да? Я поняла ваш вопрос. Возможно такое. Смотрите, первое время, когда вы идёте к себе, вы очень часто замечаете, вас что-то триггерит в чьих-то действиях, да, назовём это так. И это можно назвать, что вас триггерит именно то, что есть в вас. Но если вы видите, что человек делает какие-то действия, которые, ну, не важно какие, но вы в целостности самого себя, то вы уже не перетягиваете одеяло на себя. Вы просто позволяете другому человеку находиться в этом процессе, быть глупым, быть смешным, быть умным, быть авторитетным, быть абсолютно любым в его проявлениях, не натягивая его процесс на себя. вы просто позволяете вокруг быть тому, что есть вне оценки. Да, спасибо. Хороший ответ. То есть я могу пояснить ещё, да, такой момент, что, к примеру, я сталкиваюсь с тем, что многие люди не любят глупых людей, и их начинают раздражать глупые вопросы. и это же, опять же, если их раздражают глупые вопросы, значит, они понимают, что им нужно в каком-то, в каком-то моменте быть, быть более умным, быть ещё каким-то, но по факту же не бывает глупости, её не существует. И когда вы это понимаете, то перед вами не бывает глупых людей, и какое бы высказывание они ни делали, вы уже его не можете оценить как глупым. Вы его просто уже оцениваете тем, той гранью, что человек просто находится на этом пути, и этот путь точно так же прекрасен. А вот Владимир Зеланд в транссерфинге реальности расписывал как маятники, то есть умение человека не вовлекаться вот в этот маятник. Это сродни с этим? Или нет? Ну, смотрите, когда вы во что-то не вовлекаетесь, отслеживаете, вы находитесь в напряжении, чтобы вас туда не вовлекло. А когда вы находитесь в расслаблении целостности себя, то у вас нет этого состояния вовлечённости. Вы просто в лёгкости принимаете то, что есть вокруг вас. И вас уже невозможно зацепить никакими маятниками. Вы вообще в принципе находитесь вне их. И рядом с вами люди быстрее расслабляются и выходят на уровень себя, потому что как только вы себя осознаёте, вам незачем за что-то цепляться. Вы уже просто есть. В ютубе есть вопрос Александра Молотова. Ну, а если повлиять на его действия, что плохого? Донести до человека что-то полезное. Ну, смотрите, повлиять на его действия. А зачем вам повлиять на его действия, чтобы донести что-то полезное? Полезное с вашей точки зрения. Это опять же оценочность. Почему вы считаете, что то, что для вас полезно, будет полезным для него? Почему вы не позволяете ему пройти свой путь по вашему мнению неполезности? Это ведь его путь, его становление. Вы хотите вмешаться из-за своей важности? Значит, вы себя ещё не осознали. Значит, вы хотите вокруг себя что-то поменять. Значит, вы не находитесь в балансе со всем, что происходит вокруг. Вы не есть сам баланс внутри себя. Кира поднял руку. Попрошу включить микрофон. Можно спросить. Спасибо большое. Не натягивать процесс человека на себя. Быть в балансе. Да, всё это принимается. Это всё хорошо. Как вот эти процессы вписать в это всё? когда невозможно не сочувствовать, не супереживать человеку близкому, очень близкому, которые проходят сложные испытания тяжёлыми болезнями. Я понимаю, о чём вы говорите. Я с этим тоже сталкивалась. Но это опять же говорит о том, что вам больно за себя в первую очередь. Вам больно за себя, потому что рядом с вами происходит то, что в вашем, в вашем мире, именно в вашем, считается болезнью и страданием. Но только через своё страдание человек может прийти к самому себе. Через своё страдание, через свою радость, через свою боль. и даже если мы возьмём элементарно каких-то святых, ну, например, Серафима Саровского, которому было очень сложно в определённый момент уже заземляться. И у него были ноги в гангрене, и он не позволял, чтобы ему лечили ноги, потому как только через боль он ещё осознавал своё физическое тело, чтобы быть здесь и нести просто тотальную любовь без ничего. и это тоже одна из составлений нашего «я» здесь, в этой плотности через наше тело. Кто-то, может быть, познаёт через страдания самого себя, а кто-то, возможно, зациклен на окружающем процессе, и только лишь поэтому не может прийти внутрь себя. Точно так же, как и вам, неважно, кто болеет, ваш близкий либо вы сочувствуете. Это один и тот же процесс, процесс ухода от самого себя. Вы не позволяете другому человеку болеть, не позволяете не обязательно физически, может быть, внутри ваше сердце зажимается, не позволяя ему пройти свои процессы. Хороший ответ. У меня такой родился вопрос. А вот если, допустим, как отец, занимаешься воспитанием детей, видишь определённое поведение, которое для тебя неправильно, и хочешь на это повлиять, как вот в этих ситуациях поступать? Ну, это опять же через честность. То есть, смотрите, нам, опять же, я на себя делаю акцент. Мне в какое-то время, иногда и сейчас бывает, удобно, чтобы ребёнок хорошо учился, мне удобно, чтобы он занимался физической активностью, мне удобно, чтобы он был здоров, мне удобно, чтобы он был счастлив. И когда вы понимаете, что это вы делаете не для ребёнка, а для себя, то ваши действия кардинально меняются. Тогда вы можете откровенно поговорить со своим ребёнком и ему откровенно сказать, мне удобно, чтобы ты не болел, поэтому я для тебя делаю вот такие-то условия, чтобы ты не болел, там, неважно, там, какие-то там турники, свежий воздух, либо ещё что-то. И тогда ты начинаешь разговаривать с ребёнком, а тебе удобно, чтобы ты не болел, а давай тогда, что тебе удобно будет сделать так, чтобы ты не болел, вот мне удобно так, потому что любые процессы, которые нам кажутся правильными и неправильными, это опять же не через честность, это не для ребёнка, это для себя. И когда ваш ребёнок чётко понимает, что вы, вам нравится, когда он улыбается, вам нравится, вам нравится, когда он счастлив, вам нравится, когда он здоров, то вы ему по-честному говорите, что мне это нравится, и я буду делать всё для того, чтобы ты был счастлив, здоров, любим, красив, неважно, потому что мне от этого хорошо. И тогда ваш ребёнок вырастет в тотальной честности. И вы будете знать, что он, когда вырастет, у него не будет комплекса, что вам нужно что-то сделать, как бы отдать долг. Он будет абсолютно свободен от всего, что происходит. И тогда он может в этом процессе научиться быть честным, в первую очередь по отношению к себе. И тогда он будет делать те вещи, которые честны по отношению к себе. А когда мы идём через честность по отношению к себе, в нас не заложено сделать кому-то зло, ну, в общепринятом вы понимаете, горе, кому-то навредить. В нас это не заложено. И если вы посмотрите даже на себя с разных сторон, вот смотрите, когда вы, например, радостны, вам хорошо, вы хотите обнять весь мир, вы хотите одарить подарками, любовью, ласку всех вокруг. Это ваше внутреннее состояние, естественное для человеческого процесса, естественное для вашего аватара. Потому что мы здесь, в этой плотности, как бы опыляемся друг через друга. Но когда у вас плохое настроение, когда вы больны, когда у вас там что-то случается, вы хотите запереться, вы как бы умираете с этого мира. И это не естественный процесс. Вы выносите себя как частицу из этого мира. И только через честность, через честность вы получаете эту благость свободы, легкости. И тогда вы начинаете опыляться и развиваться в этом пространстве. Большое спасибо за вопрос, хороший ответ. Ой, за ответ. Желающие в зуме для задания вопроса поднимайте руки, мы предоставим вам включим микрофон, для того, чтобы вы могли задать вопрос. Да, Томас, давай вопрос. Да, вот, у меня вот такое, как Светлана говорит, ну, мы как бы и опыляемся вот из-за этого, что очень помогает. Но, по сущности, то мы только хочем удовлетворить свое, чтобы мы были счастливы, чтобы для нас это было хорошо, в реальности, что вокруг других, как вот через эту призму, как вот отвечала Светлана, для меня это хорошо, и мне нравится, чтобы было так. Так это вот сначала человек сам, как он не есть социальный, он хочет делать то, что ему нравится, и так, чтобы то, что он делает для себя, так, чтобы было и другому хорошо, но через такой иллюзорный обман какой-то так получается. Ну, это я так принимаю, а может, может, Светлана как-то объяснить иначе, пожалуйста. Ну, вот смотрите, многие связывают, что когда мне хорошо, это еще связывает с эгоизмом, да, а как же другие? но если вы будете делать именно с состоянием нехорошо, то вокруг будет еще лучше. Это как такой пример, вот вы, например, живете в своей там квартире, в своем жилище, неважно в каком, и вы в нем прибираетесь, вы моете полы, вы вешаете шторки, моете окошки, а потом вы это разрастаете, то есть чтобы не было такого, что вы вышли из своего жилища и там кинули бумажку, там где-то натоптали, сорвали цветы, там еще что-то сделали. Вы же у себя в доме этого не будете, и вот когда вы начинаете расширять это, то есть когда вы считаете свой дом это не только жилищем, да, но это сначала улица, город, еще что-то, то есть вы идете, например, вот я когда иду, я вижу там что-то валяется. У меня очень часто с собой пакетики есть, и я начинаю туда скидывать мусор до какой-нибудь ближайшей мусорки и выбрасываю, потому что это тоже мое жилище. И если каждый будет делать для себя хорошо, то есть мне приятно жить не только в чистом помещении, но и на чистой улице, в чистом городе, в чистой стране, на чистой планете. Понимаете? Если каждый так будет себя расширять, то представляете, что будет? Если мне приятно улыбаться, то я буду улыбаться прохожему. Прохожие от моей улыбки тоже будут улыбаться. И это все вот это вот расширяется. То есть когда вы делаете для себя хорошо, то не может быть для кого-то другим это плохо. Да, я это понимаю, что это не может быть плохо, но это не по его желанию. А вы туда не залезаете. А зачем вам залезать в его желание? Вы делаете для себя. Вы же не будете, например, он идет грязный, вы же не будете срывать с него одежду и ее стирать. Вы позвольте другому быть в этом, даже если кто-то... Вот смотрите, например, я стояла вчера на остановке и рядом со мной стоял мужчина, он выпил какую-то баночку и кинул ее на пол, на асфальт. Мне же не надо к нему залезать и говорить, что это плохо. Для него это нормально, я это принимаю. Но мне хочется стоять на чистой остановке. Я просто молча подошла и подобрала эту баночку. И он сначала с агрессией на меня посмотрел, потому что думал, что я сейчас буду какие-то нравоучения ему говорить. А я ему просто улыбнулась и сказала, ничего страшного я выброшу. И это же было не для него, это было не для показания его. И я не залазила в его пространство. Он сам сделает или не сделает какие-то выводы. он сам примет решение как ему быть дальше. Но это мое было решение. Это не обязывало его ничем. То есть я не залазила в его пространство. Я просто из его пространства убрала мусор. да, из-за того, что для самого было так и так. Понятно, спасибо. Желающие в зуме задаем вопросы. Поднимаем руки. YouTube сразу отреагировал на ваш пример. Очень интересно. можно я прочитаю еще вопрос со своего YouTube канала. А мы в этой плотности можем изменить ход событий или все предрешает я в следующей плотности? Смотрите, когда мы соединяемся с собой с я в следующей плотности, нам не нужно что-то менять. Мы уже смотрим, что все это гармонично. Вот что бы ни происходило. Может быть, многие меня сейчас не поймут, но все, что не происходит, оно все гармонично. Оно одно затрагивает другое. Вы знаете вот эти качели? И только тот, кто качнулся вниз, он может поддержать того, кто наверху. И наоборот. И вот так качели они качаются. И когда мы встанем вот в это все исправим, все вычистим плохое и негативное, что нам кажется, никто качаться не будет, всем будет невесело сидеть здесь, вот на этой качели в одном и том же положении. И именно чтобы прочувствовать, то есть нам это тело дано для того, чтобы мы сначала познали эмоции, потом мы познали ощущения через тело, а потом мы пришли к своим чувствованием, которые очень глубинные и объемные. И вот чтобы мы максимально смогли это прочувствовать, вот эти вот качели и есть здесь. И только прочувствовав всю тональность этих качелей, мы можем прийти к своему истинному, не истинному, а следующему я, я бы так сказала. Потому что на каждой плотности вы познаете новые, новые пласты всего, что происходит с нового угла и, наверное, с новой ширины того, что происходит. Еще вопрос. Подскажите, пожалуйста, если человек не принимает себя на каких органах, это может отразиться? И можете что-то посоветовать о принятии себя? Но вообще на каких органах отразиться, это за пять минут не сказать. Это как раз у меня с первого февраля стартует пранофит, и там мы будем это все говорить. Но я вам могу несколько моментов сказать. Например, если вы не можете что-то принять, то вы не можете что-то и отдать. Когда человек говорит, я все раздаю, я все отдаю, я весь в отдаче кому-то, то это говорит о том, что ты не можешь отдаешь, это становится не в радость ни тебе, ни тому, кому ты отдаешь. Он чувствует эту сдержанность, что ты отдаешь как бы за спасибо, как бы продаешь торгово-рыночные отношения. И это отражается, это наши почки. Если, например, болят лопатки, очень часто у нас болят лопатки, то это другое ощущение. Например, болят плечи. Болят плечи, это то, что ты не можешь принять информацию, как бы это не было странно, принять либо взять эту информацию от своего рода. То есть весь наш род, это же наша ДНК, не обязательно уходить в какие-то там много-много лет назад, как жили народы, как еще что-то. Это просто твои знания, которые есть в тебе, это твои плечи. И, конечно же, каждый наш орган, каждая наша мышца, она нам сигнализирует о том, что мы не считываем со своим ДНК, а наша ДНК это просто огромная глобализация всей нашей планеты, которой все знания есть в нас. Есть ли информация по зависимости легкости перехода на нигде не от типа костей, тонко-широкое и так далее? Нет, от типа костей нет, насколько вы готовы перейти, это все зависит от вашего сознания, это не от вашей кости зависит, но я могу сказать, что у нас есть такая физиология, что кость она в определенном возрасте она становится тонкой, как бы пористой, и многие, наверное, обращали внимание, что после, например, там 40 лет, после 45, вот, что бы вы ни делали, там, лицо, оно начинает обвисать, обвисать, некоторые прибегают, например, к уколам, но это не решает проблемы, обвисает на самом деле не кожа, кожа, она у нас достаточно эластичная, которая может подтянуться, но она обвисает за счет того, что у нас кость становится более, менее плотной, так скажем, и когда кость становится менее плотной, то у нас идет обвисание, обвисание кожи, и есть даже упражнения такие, которые могут питать кость, чтобы кость, она не становилась более дряблой, сама кость, у нас просто очень много есть обращений на то, что, а какая кожа, то есть мы вот кремиками помазались, там, перешли на какое-то более, более правильное питание, да, там у кого, какое оно правильное, по их, по их образу жизни, но не идем дальше, а что такое мышца, а что такое сухожилие, а почему сухожилие так или так действует, а что такое кость, и вот когда мы познаем свое тело, это настолько увлекательный и обширный процесс, то у вас идет, ваше мировоззрение, оно становится более обширным, и вам не хочется уходить на, оно у вас становится более через ощущение, через познание, через знание, знание находится на уровне чувствования, то вам тогда не хочется выходить на эмоции, эмоции для вас становятся неинтересными, а и да, это всего лишь эмоция, которая заложена в голове, она не заложена на рецепторах, которые у нас находятся на языке, она заложена только в голове, если в голове у вас сейчас другие процессы, которые вам более интересны, так их назовём, чтобы было понятно, то к менее интересным вам возвращаться будет уже неинтересно. Светлана, а говорят, что монахи едят рис и финики, чтобы запустить слюну и абсорбировать шлаки. А можно ли вместо риса есть белую глину, каолин и мёд? Ну, во-первых, там другие процессы идут. Насчёт белой глины она, смотрите, рис он абсорбирует, он абсорбирует именно в эти зёрнышки, которым просто проще выходить. И он может абсорбировать слизь. А глина, она сама по себе уже как слизь, да, и ей очень сложно будет вычистить какие-то моменты, которые это сделают, например, тот же рис. И финики. Финики – это в первую очередь кровь и сердце. И финики – это не про сладость, это про то, чтобы вычистить именно кровь, её более, сделать более той консистенции, при которой ваш сердечный клапан, она у нас не один, он будет работать в том режиме, в котором удобно для вас, для вашей физической активности. А мёд, я нисколько его не обесцениваю, но в мёде есть и сахароза, и глюкоза. И они работают не на сердце. Мёд, он вам может дать, он может послужить достаточно хорошим, не знаю, как назвать там, костылём, ну, может быть, так сказать, например, на сухих днях, да, когда у вас уже, вы чувствуете слабость, но не хотите выходить с сухих дней, вам можно съесть пол-ложечки мёда, и он запустит процесс вот этот, уберёт слабость, но он не очистит вашу кровь. Там абсолютно другие соединения, химические соединения, которые никак не, которые не так влияют, как, например, свойства финика. Спасибо, Иришка, спасибо, Наташа. Рис нет, не отварной. Про монахов, если рис обязательно сырой, необработанный. Его рассасываете в полости рта, и он абсорбирует вот через слюну. Да, у меня вопросы закончились. Если у вас есть вопросы, то я отвечу. В Zoom вопросов нету. В YouTube тоже не вижу вопросов связанных. Ну, я тогда буду с вами прощаться. Очень было приятно с вами поговорить. Очень будет приятно с вами встретиться на личных встречах, на марафонах, на ретритах, и поговорить о том, о чём мы не можем поговорить в прямых эфирах. Спасибо. Очень большое спасибо. Очень большое спасибо. Благодарен. Спасибо, всего доброго. И вот, ребята, включаю все микрофоны, пожалуйста, общаемся. Спасибо. Спасибо.